Смотрите прямо сейчас в программе «Детали недели». Тарифы в деталях. От 9 до 11,4%. Почему растет стоимость коммунального обслуживания? И где пределы роста? Захар-Вань реалии. Но пока не встала вода и нет зимника, набраться в Захар-Ване можно только вертолетом. В чем секрет успеха деревеньки, куда нет даже грунтовых дорог? И один на всех кошелек. Это опять беспрецедентные расходы, направленные на систему образования. На что республика предусмотрела деньги в следующем году? На телеканале Юрген «Детали недели». Здравствуйте. На этой неделе были установлены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Внеплановое повышение объясняли высокой инфляцией в стране и увеличением расходов энергоснабжающих компаний. Росцен, как ожидается, обеспечит бесперебойную работу предприятий и своевременное обновление коммунальной инфраструктуры. Ольга Коняева знает детали. Тарифы на газ, электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора с 1 декабря выросли по всей стране. Индексация в среднем составила 9%. Обычно повышение происходит каждый год 1 июля, однако инфляция по итогам года ожидается на уровне 12%. Потому и принято на федеральном уровне решение о внеплановой индексации для бесперебойной работы жилищно-коммунальной отрасли. Тем временем, следующее повышение ожидается не ранее 1 июля 2024, то есть через полтора года. Причинами повышения роста тарифов в текущем году, второй раз, является принятие на уровне правительства Российской Федерации соответствующего постановления. Необходимость в принятии такого документа в том числе возникла в силу тех обстоятельств, что инфляционные процессы, которые на сегодняшний день у нас имеют место в экономике нашей страны, не покрываются текущими затратами наших ресурсов, набирающих организаций. И для того, чтобы поставка коммунальных услуг нашим потребителям была надежной, качественной, чтобы те товары, работы, услуги, которыми поставляются, соответствовали этим параметрам, и было принято решение о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря. Окончательное решение о размере индексации тарифов принимали региональные власти с учетом уже установленной платы за коммунальные услуги и ситуации на местах. Индекс роста тарифов в Республике Коми установлен. На услуги водоснабжения 9%, за вывоз ТКО 4,5%, электроснабжение 8,9%, газоснабжение 8,5%. Повышение платы за тепловую энергию дифференцировано по муниципалитетам. Предельный индекс составил 11,4%. Самая внушительная сумма в квитанции чаще всего за теплоснабжение. Сельчане из некоторых районов Коми сетуют, что платят за отопление больше, чем городские жители. У нас так в музее уже высокие цены. Насколько еще поднимутся они на этот раз? Дело в том, что в поселениях котельные работают для небольшого количества потребителей. Но расходы предприятий на зарплаты, ремонт, подготовку к зиме от этого не меньше. Да и топливо и расходники только растут в цене. Потому и получается ресурс дорогим для отдельно взятого сельчанина. Но для жителей труднодоступных удаленных районов Коми предусмотрена заморозка тарифа. Цены на тепло для них уже не меняются с 2019 года. А недополученные доходы ресурсоснабжающим компаниям возмещает республика из бюджета региона. Эти затраты на компенсацию вложатся на бюджет с каждым годом все больше и больше. Так как мы понимаем, что население тоже получает очень большие счета. Критично уже становится стоимость тарифов. Поэтому республика все больше суммы берет на себя в компенсации. Вот с 2015 года растут эти суммы. И, к сожалению, в этом году мы также вынуждены увеличивать затраты на компенсацию. Сейчас затраты у нас 5 миллиардов 700 составляют. В связи с принятым законом добавится затратная часть еще на около 2 миллиардов рублей. Эти деньги в бюджете не заложены. Их будем изыскивать в течение следующего года. Прилузский, Кайгородский, Карткировский, Сысольский, Троицкопечерский, Усть-Куломский и Усцилимские районы попадают под полную заморозку тарифа на теплоэнергию для населения. Стоимость этой услуги там уже достаточно высока. Возрастающие расходы ресурсникам компенсируют бюджет региона. Кроме того, чтобы сдержать рост цен, разработана программа перевода котельных с дорогостоящего мазута и угля на экономичные виды топлива. В 2017 году реализовали в поселке Сыня. Котельная работает отлично, нареканий нет, жалоб от населения не поступает. Вторая котельная, это у нас в Новый год запущена в поселке Чикшино. Значит, взамен двух угольных котельных. Стоимость теплоснабжения в селах и городах правительство региона постепенно сближает к единой величине. Потому и сейчас уровень повышения в муниципалитетах разный. Конкретные цифры для каждого населенного пункта опубликованы в указе главы Коми о предельных индексах. Учтены расходы конкретных предприятий при производстве энергии плюс наличие или отсутствие инвестиционной программы. Например, в столице Коми в большинстве городов тариф вырастет на 11,4%. В Сыктывкаре очень была в этом году сложная тарифная кампания. Сложность состояла в том, что основной поставщик тепловой энергии в Сыктывкаре, это Пауту Плюс, принес инвестиционную программу, которая предполагает существенную модернизацию коммунальной инфраструктуры. И, соответственно, рост тарифов в Сыктывкаре, именно в части Пауту Плюс, у нас составит 11,4%. Это с максимально возможным отклонением. Есть такая у нас уверенность, что все те мероприятия, которые запланированы к реализации на территории Сыктывкара, они будут реализованы и дадут свой ощутимый эффект в части надежности и качества поставляемых коммунальных услуг в сфере теплоснабжения. За прошедший отопительный сезон в Коми произошло больше семи сотен коммунальных инцидентов. Больше всего отличились Сыктывкар, Сосногорский, Вуктыл. После чего этим летом водопроводных и тепловых сетей в регионе обновили даже больше запланированного. Уже второй год отопление включают раньше, с 1 сентября. Исправить все недочеты в коммунальной системе как раз и призваны инвестиционные программы ресурсников. Это строительство, реконструкция, техническое перевооружение сетей, подстанций, котельных, станций водоочистки и водоподготовки. Численность жителей, объем потребления у нас существенным образом снижается. А те коммунальные активы, которые эксплуатируются, они, во-первых, изношены. Во-вторых, они излишней мощности, чем те, которые требуются на сегодняшний день. Поэтому, чтобы нам синхронизировать, скажем так, тот объем, который реально сейчас потребляется с тепловой нагрузкой, нам, конечно же, нужны большие инвестиционные вливания. И тогда мы могли бы эту ситуацию коренным образом здесь изменить. Помимо выросших расходов на работу ресурсников, влияет и неоплата потребителями уже полученных услуг. Жители Коми задолжали за коммуналку 6 миллиардов. Пройти отопительный период без ЧП, обеспечить бесперебойную работу коммунальных объектов и развитие инфраструктуры ЖКХ. Этим и вызвано повышение. Комитет Республики Коми по тарифам строго следит, чтобы ресурсоснабжающие организации не превышали установленный предел роста цен. Федеральная антимонопольная служба России также проконтролирует повышение тарифов на их обоснованность. Между тем, есть в Коми края места, где бурные изменения в стране не так, что ли, заметны. Маленькие деревни, куда зачастую нет дорог, хранят уклад жизни, который формировался веками. Не исключение деревня Захарвань по Дусинскому. Там до сих пор ухаживают за могилой основателя поселения, а на улицах каждый день громко играет радио. На прогулку по деревне отправился Евгений Стокас. Мы приземлились в деревне Захарвань. Живет здесь чуть больше 300 жителей, всего около ста домов. До ближайшего города, Дусинска, всего около 80 километров в мукрый миг. Но пока не встала вода и нет зимника, добраться до Захарвань можно только вертолетом. Местные жители очень бережно относятся к своей истории, и она у них без преувеличения насыщенная. Основана деревня Иваном Захаровичем Семяшкиным в 1889 году. От его имени и отчества на Коми манер и название Захарвань. Раньше она называлась Усть-Денисовка в честь протекающей недалеко речки, но после смерти первопоселенца получила современное название. Этот монумент поставлен, открыт был в 2016 году, 125-летию деревни Захарвань. Он приехал из Ижемского района, из деревни Вертеп, с 11-летним сыном на лямпах. Хотели узнать богатые дичью и рыбой места. Здесь же Ивана Семяшкина и похоронили. На местном кладбище за его могилой ухаживают родственники. Пользуясь случаем, Татьяна Дмитриевна наскоро записывает на кресте годы жизни своего предка. Почему-то, когда крест ставили, об этом забыли. Здесь должны побывать все, кто приезжает в Захарвань или появляется в деревне на свет. Мы сюда приходим со школьниками. Дедплощадка меня приглашает, где он лежит, познакомить с учителями, новые, которые приезжают, знакомятся, чтобы знали, куда они приехали. Рядом с монументом первопоселенцу еще два памятника. Первый – монумент героям Великой Отечественной. Уходило из деревни на фронт 52 человека, 21 не вернулся. Второй – памятник участникам спецоперации и местному парню Алексею Каневу, погибшему этой весной. Его поставили за свой счет родственники бойца, а остальные захарваньцы помогли. Мужчины из Захарвани исполняли интернациональный долг в Афганистане и воевали в Чечне. Про каждого из них знают и помнят. Слово Алексею Козьеву. Какие прогнозы у экспертов на ближайшее будущее относительно инфляции по итогам года, которая может оказаться ниже той, что програнировалась? В Захарване еще с 1963 года на улице работает радио. Из всех громкоговорителей – каждый день. Примерно с 8 утра и до половины пятого вечера. Неподготовленному человеку привыкнуть сложно, но местные совсем не против. Более того, в этом есть и практическая необходимость. Радио, конечно, очень в первую очередь надо, потому что даже во время войны, если света не было, радио в первую очередь сообщало все известия. А если отключат свет, то у нас и телевизора не будет, ничего не услышим, а радиодизель включат, и мы новости услышим. В советское время жизнь деревни была другой. Местный колхоз, а потом совхоз обеспечивал работой всю деревню. Сейчас многие местные жители работают вахтами на нефтяных промыслах, а тогда редко покидали деревню. Самая возрастная жительница Захарвани Анна Ванеева еще помнит, как жилось в те времена. В феврале ей исполнится 89 лет. Здесь я родила, здесь еще и жила. Работала, дояркой. С первой очагасницей работала, потом дояркой пошла. 32 года дояркой работала. Жили-то как-то, я что-то с голоду не помря. Работали, не замечали, как мы плохо или хорошо жили. Я родила, пятерых. Сын был, сын-то помер нету. А дочки, четыре дочек. Справнуки уже. И еще я все жива. Местной школе в этом октябре исполнилось 95 лет. Раньше она располагалась в другом здании. Одноэтажную школу можно увидеть на старых фотографиях, как и самых первых учеников. Это фото датируется 1932 годом. Здесь есть даже краеведческий музей. Экспонаты из разных эпох. Все жители нашли на чердаках и в старых сундуках. Держали много коров в хозяйстве. Делали сами масло. Масло бойко. Крутили. И получалось масло. Это было придано. Еще в Захарване проводят национальный праздник оленеводов Зарнисюр, то есть Золотой Рог. На него съезжаются жители всех окрестных сел. Гвоздь программы, гонки на оленях упряжках и конкурс одежды. Правда, из-за пандемии в последние годы он не проводился. Потомки первых местных оленеводов говорят, что с тех пор в быту погонщиков мало что изменилось. До школы, до 7 лет я ездила в тундры с оленеводов, с родителями. Там дети тоже все время ездили. Даже дошкольники управляли на оленях упряжках сами. Я тоже так сама управляла на оленях. Даже сами запрягают оленя и сами ездят. Сейчас тоже дети оленеводов также ездят. А скоро в Захарване откроется и свой собственный храм имени великомученика Георгия Победоносца. Здание воздвигнуто, но внутреннее убранство пока не завершено. Своей церкви здесь не было никогда. В советское время об этом не могло быть и речи. И сегодня захарваньцы восполняют этот пробел. Сейчас реклама, после которой мы продолжим. В Сосногорске, в детском саду номер 10, появилось новое оборудование для профилактики заболеваний глаз. Малыши с нарушениями зрения ежедневно в игровой форме проходят коррекционно-развивающую терапию. Закупить оборудование удалось благодаря гранту конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Подробности у Виктории Науменко. Поставили мы пуск. Горит огонечек, Суша? Да, тут красный был. Малыши в этом детском саду компенсирующего вида проходят терапию тут же, на месте, в перерывах между играми. Да и само лечение порой похоже на игру. Следить за движением картинки, наблюдать за мерцающими огоньками – для малышей это самая оптимальная форма терапии. Здесь надо искать предместы на время. Детский сад номер 10 компенсирующего вида посещают дети с особенностями здоровья, в том числе с болезнями зрительного аппарата. Новое оборудование в дополнение к уже имеющемуся приобрели на средства гранта «Конкурс социальных и культурных проектов» компании «Лукойл». Аппарат магнитотерапии идет воздействием магнитного поля на оптическую систему органа зрения ребенка. Аппарат «Амблио» направлен на снижение зрительной утомляемости, спазма аккомодации и улучшение лечения амблиопии и косоглазия. «Каскад», в основном его действие направлено на спазм аккомодации. С новым оборудованием список лечебных процедур расширился. Они эффективны для малышей с разными диагнозами – близорукостью, астигматизмом, косоглазием и многими другими. Это магниты, стимуляцию получили. Потом устали, идет фотостимуляция. Глазки, жарки, отдыхаем. За каждым аппаратом ребенок проводит 10-15 минут. В день он получает примерно 30 минут терапии. Курс лечения – 10-14 дней. Когда вот этот курс проходит, проводится врачом-офтальмологом диагностика ребенка и назначается ему повторное лечение через определенный период времени. Бывает, что достаточно два раза в год. Может быть, и три раза в год. С начала использования новых аппаратов эффект от терапии у детей уже заметен. Оборудованием уже интересуются родители детей из других садов, делятся специалисты. На одной победе в детском саду номер 10 останавливаться не планируют. Следующая идея, с которой учреждение будет заявляться на грантовый конкурс компании «Лукойл» – приобретение аппаратуры для лазеротерапии. На неделе республика обрела бюджет на следующий год. Обсуждение его в региональном парламенте было непростым, но все же большая часть народных избранников определила документу «Зеленый свет». Глава республики Владимир Уйба дал короткую оценку бюджету следующего года. «Можно пойти по совсем простому пути. Есть у нас доходная часть 95 миллиардов, 333 миллиона. Вот на 95 миллиардов, 333 миллиона и спланирует расход. Очень хорошая история, но не для нас. Почему? Потому что тогда на 12 миллиардов, которые мы запланировали сверхдоходной части, мы бы не построили садов детских, не построили бы школ, больниц, фапов, не построили бы дороги, не выплатили бы социальные выплаты. То есть мы бы жили, что называется, посредством, но при этом без всякого развития». Главный финансовый документ республики сейчас активно обсуждается и даже в сети. И вот один из примеров от блогера Даниила Морохина. Недавно обновленный республиканский стадион. По-моему, он прекрасен, не так ли? И я не случайно выбрал именно это место для съемок сегодняшнего ролика. С рождения я живу в республике Коми и, напомню, мне сейчас 20 лет. За это время заметил, как регион стал на курс устойчивого развития, благоустройство территории, развитие образования, школ, университетов, среднего специального образования. Все это развивает регион. Но необходимо продолжать эту тенденцию. И поэтому сегодня я хотел бы затронуть тему бюджета на будущий год. Как студент хотел бы для начала остановиться на сфере образования. В бюджете заложены средства на модернизацию системы образования, а также строительство новых школ. Одна из них появится в микрорайоне Емваль Сыктывкара. Также мы можем ожидать строительства школы в Ижме на 600 мест. Кроме того, замечательным подарком жителям региона станет строительство детского сада в деревне Бакур Ижмского района. Ну и, конечно же, школа на 825 мест в Сыктывкаре. Какие другие важные сферы были затронуты? Конечно, здравоохранение. Вы, например, знали, что только в сфере здравоохранения были выделены деньги на 11 объектов. Это инфекционная больница в Сыктывкаре и реконструкция радиологического отделения онкологического центра на Гаражной и лечебный корпус в Усть-Цильме и поликлиника в лесозаводе. Кроме этого, больница в Щель-Яюре и поликлиника в Усть-Куломе. Разве эти объекты нам не нужны? Я всегда отмечаю важность молодежной политики и отмечаю эту важность не я один. Ведь именно от молодых ребят, которые сегодня учатся в школах, получают высшее, среднее специальное образование и будет зависеть будущее КОМИ. Целых 135 миллионов было выделено из федерального бюджета на развитие молодежной политики. Этого должно хватить, чтобы раскачать молодежь республики и часть ребят замотивировать остаться на родной земле. У нас есть возможности. В бюджете, само собой, затронута и сфера экономики. В частности, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры, строительство спортивных объектов, дорожной сети и далее, далее, далее. Все это направлено на обеспечение устойчивого развития. Несмотря на это, некоторые СМИ и оппозиция по какой-то причине на передний план выдвигают именно дефицит бюджета. Ну, давайте разберемся, откуда он берется. Основная проблема в том, что люди покидают республику. Квалифицированные специалисты, молодые специалисты, студенты, старшеклассники. Они уезжают. В итоге экономика начинает развиваться медленнее, а в налоговый фонд приходит меньше поступлений. Как с этим бороться? Ну, конечно, вкладывают деньги в социальную сферу. И на социалку в бюджете на будущий год выделено более 70 миллиардов рублей. Этих денег должно быть достаточно для того, чтобы сформировать комфортные условия жизни для наших граждан. Это инвестиция в будущее, которая со временем начнет оккупаться и приносить прибыль. А федеральный центр нам в этом с вами поможет. Потому что мы часть одной большой, великой и сильной страны. И мы можем вместе добиться процветания как региона, так и государства. В Коми подвели итоги первых месяцев отопительного сезона. В целом все проходит в штатном режиме. Серьезных аварий на инженерных системах не было. Меж тем, у жителей республики возникает немало вопросов, в которые они направляют нашу редакцию. Их мы переадресовали исполняющей обязанности руководителя региональной службы строительного, жилищного и технического надзора Ольге Микушевой. Ольга Михайловна, здравствуйте. Расскажите, как проходят первые три месяца отопительного периода в Коми? В этом году отопительный период начался раньше обычного в связи с тем, что погода на территории практически всей республики установилась очень рано холодная. И традиционно в первые дни, и даже можно, наверное, сказать, в первые недели начала отопительного периода было достаточно большое количество обращений граждан. Эти обращения поступали в том числе и в наш адрес. Обращения связаны либо с отсутствием тепла, либо с некачественным теплоснабжением. Но все эти вопросы службой были взяты на особый контроль. Нам пришлось в оперативном порядке совместно с управляющими организациями отрабатывать и контролировать приведение качества отопления в соответствии с требованиями законодательства. Каких-либо серьезных аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления за три месяца отопительного периода не было. Можно сказать, что отопительный период проходит в штатном режиме. Вот вы сказали о том, что изначально поступали какие-то жалобы от жителей на холодные батареи. Сейчас они поступают? Такие обращения есть. Их немного, они не массовые, но такие обращения поступают. Но мы понимаем, что мы живем в Северной Республике, что у нас достаточно суровый климат и приоритет, наверное, и ресурсоснабжающих организаций, и правительство республики. Это все-таки обеспечить, задача номер один, это обеспечить потребителей в первую очередь отоплением. Поэтому, когда в наш адрес поступают обращения, связанные с некачественным теплоснабжением, мы такие обращения отрабатываем в приоритетном порядке. И мы сейчас поставили для себя задачу рассматривать такие обращения в семидневный срок, а не в тот период, который предусмотрен федеральным законодательством 30 дней. И здесь я хотела бы еще напомнить потребителям уже о тех нормативах, которые установлены к качеству отопления. Эти нормативы установлены правительством Российской Федерации, и они говорят о том, что если услуга теплоснабжения оказывается в дом по централизованным системам теплоснабжения, то в жилых помещениях должно быть обеспечена температура воздуха не ниже 20 градусов, а в угловых комнатах не ниже 22. И если вот эти нормативы не соответствуют, вернее температура в жилом помещении не соответствует утвержденным нормативам, это говорит о том, что коммунальная услуга предоставляется ненадлежащего качества. Если температура в квартире все же ниже тех норм, которые установлены, куда обращаться, что делать? В первую очередь потребитель, если ему холодно в квартире, должен обратиться в аварийную диспетчерскую службу управляющей организации. Причем потребитель должен удостовериться, что его заявка принята, что она зарегистрирована, и для этого ему на другом конце провода должны озвучить фамилию, имя, отчество человека, который эту заявку принял, озвучить номер заявки и время принятия заявки. И в это же время с потребителем должно быть согласовано время, когда управляющая организация сможет подойти и зафиксировать факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества. Выявив факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, управляющая организация обязана принять меры к устранению причин, послуживших, повлекших предоставление услуги по отоплению не того качества, которое предусмотрено законодательством. Бывает, что управляющие компании не откликаются оперативно и не решают проблемы. Что в таком случае делать потребителю? Да, действительно, такие факты бывают. И если управляющая компания не реагирует на обращение потребителя, либо же не принимает мер по приведению отопления в надлежащее качество, потребители могут обратиться в адрес нашей службы либо в государственные жилищные инспекции по месту жительства. Мы по данному обращению, как я вам уже говорила, в приоритетном порядке проведем проверку. И если во время проверки будут выявлены факты неисполнения управляющей организацией своих обязанностей, мы примем меры по понуждению данной организации исполнить требования законодательства. Отопление часто называют одной из самых дорогих коммунальных услуг. Особенно это остро ощущается зимой, наверное. Есть ли какие-то способы для снижения платы? Здесь нужно понимать, как начисляется плата за отопление. Приведу примеры. Если дом оборудован общедомовым прибором учета, то мы с вами понимаем, что плата за отопление зависит от того количества тепла, которое поступает в дом. И для того, чтобы снизить эту плату, мы должны снизить объем потребляемой тепловой энергии. Заменить старые окна и двери на новые, утеплить чердаки, подвалы, подготовить дом к отопительному периоду. И параллельно установить систему регулирования приема тепла, которая зависит от погоды. И вот проведя эти мероприятия, дом будет потреблять оптимальное количество тепла, необходимое дому. Жители не будут переплачивать за тепло, которое улетает в дырявые окна и двери. И вот таким вот образом эта проблема будет решена. Второй случай, когда дом не оборудован общедомовым прибором учета, здесь мы понимаем, что начисление платы за отопление осуществляется по нормативам потребления. И какие бы мероприятия здесь собственники не проводили, мероприятия по энергосбережению, снижение платы в данном случае за отопление не произойдет. Необходимо жителям таких домов установить прибор учета, общедомовой прибор учета тепловой энергии, провести мероприятия по энергосбережению, которые мы уже обозначили с вами ранее. Не можем не затронуть вопрос корректировок. Особенно остро он стоит, наверное, в конце зимы. В этом году ждать ли потребителям очередных корректировок? Правила у нас остались прежними. В начале 2023 года жители домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, жители которых не приняли решение о начислении платы за отопление только в отопительный период, будет предъявлена корректировка. По итогам года, в начале 2023 года, исполнителям коммунальной услуги будет произведено сравнение того объема тепла, который жители оплатили в течение 2022 года, с тем количеством тепла, которое реально зашло в дом. И вот полученная разница, она будет и предъявлена потребителям в виде корректировки. Но мы с вами уже неоднократно говорили о том, что корректировка может быть как положительная, так и отрицательная. В случае, если жители в течение 2022 года оплатили большее количество тепла, чем зашло в дом, то корректировка будет со знаком минус. Можно ли как-то избежать корректировок или, по крайней мере, к ним подготовиться? Если жители не хотят оплачивать корректировку, не хотят, чтобы она им в принципе предъявлялась, они на общем собрании могут принять решение о начислении платы за отопление в их доме только в отопительный период. В этом случае плата за отопление в летние месяцы не будет предъявляться, и не будет предъявляться корректировка размера платы за данную коммунальную услугу. Благодарим вас за обстоятельную беседу. Спасибо вам. Такими были некоторые детали этой недели. Увидимся на следующей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин